Я напомню по традиции, что было в прошлый раз, вкратце, на чем мы остановились. В прошлый раз мы говорили про такие концептуальные вещи, как указатели, ссылки, константы и всякие их комбинации. Вот, например, мы говорили, значит, там у меня немножечко испортилась нумерация пунктов, значит, пункт четвертый назывался ссылки, пункт пятый назывался константы. Вот, мы в последний момент там обсуждали, что вот если у нас есть, скажем, там int x равно 5, потом еще есть const int y равно 6, то дальше там мы обсуждали, вот, как можно ссылки создавать. Вот, например, я там, к сожалению, в какой-то момент неправильно написал. Вот, например, так делать, конечно же, можно, то есть можно объявить z как другое название для x в некотором смысле, и после этого меняя x, вы будете менять z, меняя z, вы будете менять x. Вот, это вот та самая дилемма, очень важная, про которую я говорил, про дилемма с присваиванием, я ее называю. То есть, вот, был ли Ленинград столицей Российской империи, вот, когда мы новым именем называем то, что было у нас уже раньше, считаем ли мы, что мы создаем новый объект или просто по-другому его называем, старый объект. Вот, это, значит, ссылки. И дальше я говорил про то, что можно точно так же написать const int ampersand, ну, скажем, t равно x, ну, или z можно написать здесь. Вот, потому что const int ampersand, это, значит, ссылка на то, что нельзя менять. Вот, ну, если мы раньше x могли менять, то, когда мы так напишем, t мы не сможем менять. Хоть на самом деле это будет ссылка на int, а не на const int, но вот через t мы менять его не сможем. Если мы будем вращаться к нему как к x, то мы сможем его менять, потому что компилятор знает, что на самом деле это не const. Но t компилятор будет считать, что это const int, ну, вот правила такие. То есть формально не const может преобразовываться в const, неявно. Вот точно так, надо это воспринимать так же, как конверсии типов стандартные. Вот я вам говорил, что там float может преобразоваться в double, там char может преобразоваться в int. Вот точно так же не const тип может преобразовываться в const тип. Разница const и не const типов формально лишь в том, что к ним разные операции применяются. Вот если вам тяжело понять, что такое const, вот как тут осознать, то я рекомендую это понимать очень формально. Просто const это такой тип, который содержит в себе все то же, что и соответствующему не const тип. Просто набор операций поддерживает другие. Не const тип поддерживает, ну, операции все как обычно. А const тип поддерживает меньше набор операций, а именно он не поддерживает те и только те операции, которые меняют аргументы. Так вот, const тип это просто такой тип, что вот к нему не применимы некоторые из операций, которые применимы к обычному типу соответствующему. Поэтому, да, и не const может быть неявно преобразован в const, например, вот таким способом. Ну, то есть теперь он будет считать, что t это const, лежит там то же самое, просто операции над ним можно совершать меньше. Вот. А над этим, ну, можно совершать все те операции, которые, какие раньше можно было совершать. Вот. И еще я вам показывал такой очень забавный пример с тем, что можно писать вот так, например. Можно даже не вводить переменную, чтобы объявить на нее константную ссылку. Почему так можно? А это для того, чтобы можно было функции, которые принимают ссылки константные, передавать константы. Ну, вот если у вас есть функция, которая принимает const int ampersand, вы, наверное, в какой-то момент можете захотеть передать у нее, ну, просто число. Почему нет? Ну, ведь вы же не меняете свои аргументы. Почему бы туда не отдать константу? Вот, чтобы так можно было делать, константные ссылки разрешено инициализировать просто константами. Ну, поскольку вы все равно ее не поменяете, ну, как бы она создалась константа, ну, и бог с ним, пусть она теперь еще t называется. Раз вы обещали все равно ее не менять, значит, можно так проинициализировать. А вот так уже нельзя проинициализировать. И это тоже объяснимо с формальной точки зрения, потому что, как бы, 5 это все-таки константа, а вы опять нарушаете это правило, вы инициализируете не константу с помощью константы. Так нельзя. То есть вы, по идее, если так вот написать, вы должны были бы t уметь менять по задумке, но 5 это константа, вы не сможете ее никак поменять. Блин, литерал просто. Поэтому так нельзя. Вот так нельзя. А если конст написать, то можно. Ну, это такая тонкая, вот, тонкое место. Мы к этому еще вернемся во втором семестре. Там, в связи с некоторыми проблемами, которые у нас возникнут. А пока, вот, будем с этим жить. И еще одна вещь, которую я бы хотел сказать, прежде чем уйти от этой темы, которую я, к сожалению, забыл сказать в прошлый раз. Это такая ошибка. Вот то, что я сейчас скажу, относится к пункту про ссылки, а не про константы. Вот представьте, что у вас есть там, скажем, какая-нибудь функция, которая возвращает intempersand. Вот она возвращает intempersand, ну, там, что-то принимает. И тут написано, int, я не знаю, y равно x плюс 1, return y. Вот. Вот это очень такой важный пример, который нужно продемонстрировать в этом месте, чтобы вы потом в дальнейшем, в некоторые моменты, ну, не напоролись на эти грабли, когда все будет гораздо сложнее. Что вот произойдет? Вот, ну, я объявил такую функцию, определил, и там начал ее вызывать где-то в мейне. Вот что тут может пойти не так? Тут вообще вряд ли, что тут может пойти так, как говорил один интернет-персонаж. Тут, скорее всего, все пойдет не так, потому что вот это вот, ну, это неопределенное поведение. Но на практике это крах, это фиаско очередное. Вот, вы так напишите, и после этого то, что вам вернет F, будет, ну, вообще непонятно чем. Там может быть, значит, неопределенное поведение, это такая вещь, что когда оно случилось, дальше все, вообще никаких гарантий нет. То есть там буквально компилятор в дальнейшем имеет право неконсистентно отвечать на ваши вопросы. Например, у вас после, если у вас там какая-то переменная стала результатом неопределенного поведения, то дальше там, например, один раз на вопрос if x равно одному, там, она может ответить да, другой раз может ответить нет компилятор. Или он может просто, вы по порядку переберете все возможные инты и спросите про каждый, равно ли оно этому, и он на все ответит false. То есть компилятор вообще просто дальше может абсолютно непредсказуемо вот вести себя в том, что будет происходить дальше. Что здесь произойдет? Здесь произойдет следующее. Вы вернули Y и проинициализировали, ну вот, что происходит при возврате. Вот нужно создать вещь такого типа и проинициализировать ее этим. Ну, вы не создаете вещь такого типа и проинициализируете ее этим. То есть что это значит? Вы как бы создаете ссылку на вот это, то есть вы как бы создаете вещь, которая, ну, вы новые вещи не создаете. Вы просто говорите, что вот теперь то, что вернуло F, будет новым как бы названием для вот этого Y. Но Y уничтожился, как только фигурная скобка вот эта закрылась. И у вас получается, называется, битая ссылка. То есть у вас получается ссылка на то, чего уже нет. Вот вы как бы говорите какое-то слово, а то, чего оно означает, не существует. Вот. Это, продолжая аналогию с Петербургом и Ленинградом, можно сейчас начать говорить про там СССР. Вот. Я сейчас начну что-то просить делать с СССР. Давайте в СССР там устроим, я не знаю, там, какую-нибудь смену власти. Но это бессмысленно, потому что его не существует. Как бы название потеряло смысл после того, как вот эта фигурная скобка закрылась. И все, что там лежит, вообще непонятно. Там, то есть, как это у компилятора внутри реализовано, вы не знаете. Как компилятор запоминает внутри себя, что является ссылкой на что, это его проблемы. Лишь бы он удовлетворял всем требованиям стандарта. А по этому поводу никаких требований стандарта нет. Поэтому там может быть что угодно. И вы с большим трудом, вот это тоже тяжело отлавливаемая ошибка, вы можете, ну, много страданий приобрести из-за нее. Ладно, значит, это мы обсудили. И последний пункт в этой теме. Значит, у нас вторая все еще тема идет, и я сейчас закончу ее. У нас будет шестой пункт. Это последний пункт, о котором здесь надо рассказать. Значит, я поговорил про указатели, про ссылки, про массивы, про константы. И напоследок я расскажу о таком замечательном операторе, точнее, о сразу четырех операторах, которые именуются общими словами операторы преобразования типов. Значит, операторы преобразования типов. Явного преобразования типов. Вот мы с вами говорили в самом начале про неявное преобразование типов, про то, что компилятор в некоторых местах сам умеет там нужные значения интерпретировать как значения другого типа. Но есть и явное преобразование типов. Это когда вот у вас есть сущность некоторого типа, ну, выражение некоторого типа вообще говоря. И вы хотите, чтобы оно в дальнейшем, ну, то есть, вот у вас есть выражение, там, в нем есть какая-то часть, там, вот, там, что-то плюс, там, что-то плюс еще что-то, вот, ну, там, вот, какая-то часть выражения, какой-то expression. И вы хотите, как бы, взять и проинтерпретировать эту часть не тем типом, каким она на самом деле является, а другим. Вот явно, хотите сказать, компилятор, считай, пожалуйста, вот это не тем типом, которым оно на самом деле является, а другим. Как это сделать? Сделать это можно аж пятью разными способами. И этим тоже славится язык C++. Ну, наверное, многие из вас знают вот такой способ. Вот вы пишете просто в скобочках тип, а потом, ну, собственно, вот выражение. Ну, если тут длинный expression, то там вы в скобочках вот тоже можете написать. Вот вы пишете тип, а потом expression. Что это будет означать? Это значит, вычислий expression, а потом преобразуй его в такой тип. Так было в языке C. Но что значит преобразуй в такой тип? Вот формально, как вы это себе представляете? Это очень интересный вопрос, потому что преобразовать в другой тип можно по-разному. Можно, например, запустить преобразование из одного типа в другой. Например, если это был int, а вы попросили double, то понятно, как преобразовать. Ну, ну, компилятор знает, как преобразовывать int в double. Он может преобразовать. А можно не так сделать. Можно взять вот, например, вы попросили преобразовать int во float. Это можно сделать, ну, взять и по-умному преобразовать. А может быть, вы имели в виду не это. Может быть, вы имели в виду, возьми просто 4 байта, которые в памяти занимает int, и считай, что там float. Вот интерпретируй то, что лежит в памяти, как будто это переменная типа float. Но это другой способ преобразовать. Есть еще два способа. Но вот про них сейчас мы поговорим. Но вот, по крайней мере, эти два способа уже наводят на мысль, что преобразования бывают разные, и иногда может хотеться одного, иногда хотеться другого. В C++ Бьерн Страуструб ввел аж 4 разных оператора преобразования типов. И нужно понимать разницу между ними. Значит, это операторы static cast, reinterpret cast, const cast и dynamic cast. Cast это, собственно, преобразование. Ну, вот на жаргоне casting, кастовать, это значит преобразовывать один тип к другому. Первая вещь, с которой мы познакомимся, это static cast. Значит, я сейчас не объясню, почему он так называется. Почему он называется static cast, мы поймем лекции через 5, наверное. А сейчас я просто объясню, что это такое. Ну, static cast это то самое преобразование типов, которое чаще всего вам и нужно будет. Это значит, возьми выражение и преобразуй его, вот возьми правила преобразования, которые ты знаешь, возьми, вот вспомни все правила преобразования типов, которые ты знаешь, и преобразуй expression в тип, который я тебе сказал. Если не существует такого преобразования, ну, то есть, если вы имели дело со стандартными типами, и такого преобразования невозможно, или вы имели дело со своими собственными типами, и для них такое преобразование не определили, то это будет ошибка компиляции. Компилятор на этапе компиляции увидит, что вот static cast к такому типу, который вы написали, нельзя применить от того выражения, которое вы написали. Ну, потому что компилятор уже на этапе компиляции видит, какой тип у этого, и к чему вы просите. И он на этапе компиляции знает, есть такое преобразование или нет. Соответственно, static cast на этапе компиляции вам скажет, ну, нельзя. Ну, ладно, забегая вперед, скажу, что поэтому он и static, потому что на этапе компиляции, понятно, успешным станет преобразование или нет. Вот с динамик кастом не так. Вы пишете static cast, дальше угловые скобочки, название типа. В круглые скобочки выражение. Вот это вот, такое выражение. Кстати, cast это оператор, но это ключевое слово. Вот вместе со знаком подчеркивания static cast это ключевое слово. И оно, все это вместе выражение, имеет тип такой, естественно. Что это значит? Это значит, вычисли вот это, преобразуя его по всем правилам, которые ты знаешь, в такой тип. Если такого правила нет, ошибка компиляции. Дальше. Есть еще reinterpret cast. Reinterpret cast это означает следующее. Возьми это вот значение, которое тебе дали. И вот те биты в памяти, которые оно занимает, просто считай, что это биты на самом деле кодируют выражение вот такого типа, а не такого, как на самом деле оно было. Ну так это означает по задумке. На практике с reinterpret cast все не так просто. То есть вы не можете просто написать reinterpret cast, любое выражение, любой тип, он все сделает правильно. Там есть некоторый список кейсов, когда это будет работать, когда это не будет работать, когда компилятор выдаст ошибку компиляции. Там список из примерно 10 пунктов. Если тип такой, и там еще это указатель на, или ссылка на, то тогда, если это класс, или... В общем, там длинный список, вот, конечно, его наизусть помнить не нужно, и я это не буду делать сам, и вам не... вас не буду заставлять. Но два основных случая, когда reinterpret cast применяется. Это, ну, самый распространенный случай, наверное, это приведение указателей один к другому. Вот если у вас есть выражение некоторого типа, ну, понимаете, в чем проблема? Это же может быть, так сказать, rvalue выражение. Ну, то есть это может быть константа какая-нибудь, только что вычисленная, временный объект. И что значит возьми биты, которые в памяти лежат, и проинтерпретируй, не очень понятно. Но понятно вот что. Если здесь лежит, если вы здесь отдали указатель на какую-то область памяти, то вы всегда можете проинтерпретировать его как указатель на что-то другое. Ну, то есть, если у вас здесь есть вещь какого-то типа, там, пойнтер, то здесь вы можете всегда написать type звездочка, и это будет означать, считай, что это указатель не на то, на что он на самом деле, а вот на то, что я написал. И так вы можете любой абсолютный тип к любому другому привести. Что это значит? Ну, как это делать? Вот у вас есть объект какого-то типа, вы хотите просто вот банально, совершенно вот так вот топорно взять и считать, что там лежит другая вещь, другой тип. Вы что делаете? Вы берете, ну, вот, адрес вашего объекта, делаете интерпрет каст на его адрес к типу звездочка, какой вы хотите, и после этого делаете звездочка от всего этого. Все. Вот такое вот выражение. Это будет просто в лоб, вот просто вот тупое, вот, ну, как я не знаю, как просто кувалду ударили. Взяли и считаем, что это теперь другой тип. Если там на самом... Это абсолютно на вашей совести, если там будет. Если этот тип занимал не такое количество памяти, как тот, что вы приводили. Если там как-то по-другому он размещался, если там были какие-то... Все, это ваша проблема. Ну, если там хоть что-нибудь будет не так, ну, то есть, если эти типы не абсолютно совместимы, там, вы не знаете, как точно он в памяти размещается, это неопределенное поведение, это ваши проблемы. Компилятор сам знает, как он размещает типы в памяти. И, ну, если вы считаете, что вот вы прям буквально, вот в данном случае вы знаете, как там тип размещен в памяти, делайте так. Ну, если там что-нибудь пойдет не так, неопределенное поведение, а это вы уже знаете, что сулит. Ну, и еще один каст, о котором я скажу, это конст-каст. Конст-каст это единственный из всех четырех кастов, статик, ринтерпрет, динамик, конст, который позволяет константы преобразовывать в не константы. Представьте, что у вас была следующая ситуация. У вас был int, x там равно 5. В какой-то момент вы сказали, конст int амперсант y равно x. Так можно, как мы уже знаем. И вот дальше вы там, ну, много чего произошло, много воды утекло, и вот вы хотите y поменять. Но вы не можете, потому что y это же ссылка на конст. Но вы-то знаете, что на самом деле там не конст. Это просто из-за того, что ссылка была так объявлена, компилятор сейчас считает, что это конст, не до этого было поменять. Но вы-то знаете из каких-то там далеких воспоминаний своих, что на самом деле там был не конст изначально. Значит, менять его в принципе можно. Просто нужно как бы, ну, хорошо попросить об этом компилятор. Вот, есть такой способ, это конст каст. Конст каст означает, возьми вот то, что я тебе дал, и перестань считать его константой. Просто вот, поверь мне, это не константа. Ну, это пишется так, конст каст к инту от, к инт амперсанду, наверное. Вот, кстати, я не уверен. Ну, сейчас я вам скажу, почему. Значит, я не помню, тут надо инт амперсант, наверное, писать. Может быть, просто инт, но, по-моему, инт амперсант от Y. Вот, и это будет просто ссылка на инт, уже не константная после этого. Вот, ну, то есть, вы можете написать инт амперсант Z равно вот такая вещь. И это будет означать компилятор. Пожалуйста, перестань считать это константой, просто поверь мне, просто поверь, это не константа. Компилятор, ну, верит, но если там на самом деле была все-таки константа, то это не определенное поведение. Ну, то есть, после этого вы сможете менять Z. Вот, если вы так напишите, то даже если это изначально был конст, компилятор, ну, перестанет считать его констом. Но когда вы реально попробуете изменить это, вы получите неопределенное поведение, потому что констант и компилятор, ну, не обязан, но, скорее всего, хранит в некоторой другой области памяти, к которой особый доступ и так далее, куча проблем. И если вы реально попробуете поменять то, что там лежит, может произойти что угодно. Вот вы сказали компилятору, перестань считать это константы, начни менять. Но если на самом деле там была константа, все, беда. Ну, вы не знаете, что будет, и программа, в которой такое происходит, ну, просто непригодна. Ни в какой продакшен вас с этим нельзя выпускать, ни в коем случае, потому что компилятор что угодно может сделать просто. Просто в этот момент. Можно кастовать и константы к неконстантам. Ну, типичный пример, когда у вас есть две функции. Одна принимает интемперсант, точнее, две функции, ну да, две функции с одинаковым названием. Одна принимает интемперсант, другая принимает констинтемперсант. Вообще это разные типы, поэтому по правилам перегрузки функций такие две функции существовать одновременно могут. И когда вы, вот если вы теперь возьмете и напишите после этого f от x, то вызовется вот это f, потому что x же не константа, сюда пойдем. А если вы напишите вот здесь вот f от y, то вызовется вот это x, потому что y-то это константа как бы, ну, это ссылка на константу. И нужно предпочесть, наилучшее соответствие является вот эта версия. Для константа или констант могут разные версии функции вызываться. А теперь представьте, что у вас есть не константный x, а вы хотите вот явно вызвать для него версию f, которая для констант предназначена. Тогда нужно делать преобразование в обратную сторону. Нужно написать, ну, можно написать f от const cast к const int амперсанду от x. и это вынудит компилятор все-таки вызвать эту версию. Ой, ну да. Вот, конст каст единственный из кастов, который может кастовать сквозь конст. Ни статик, ни реинтерпрет каст не умеет. Вот если вы попросите статик или реинтерпрет каст скастовать что-то, вот, ну, короче, здесь был какой-то тип, и здесь какой-то тип. Вот если у них const параметр отличался, то есть, если один был const, а другой не const, или наоборот, то ни статик, ни реинтерпрет каст не сработают. Они не имеют право и не умеют кастовать сквозь конст. Поэтому const обязан сохраниться после вот этих преобразований. А const каст единственный умеет кастовать сквозь конст. Еще есть динамик каст, но что такое динамик каст, мы обсудим позже, когда будем проходить множественное наследование, вот эти вот таблицы виртуальных функций и прочее. Это будет лекция через, не знаю, 4, наверное, через 3. Вот. Что я хочу сказать напоследок обо всем этом? Вот некоторые из вас могут сказать, ну, наверное, первая мысль, которая приходит в гол, когда вы видите вот все эти вот касты, такая, что они так сложно все называют, ну, просто слова некрасивые. Статик каст, реинтерпрет, каста длин, режет глаз. Вот честно, когда вы пишете выражение, компилятор еще подсвечивает вам вот жирненьким вот эти вот ключевые слова, это ж кто вообще придумал такое уродство? Ну, правда, реинтерпрет каста. Это такую длинную фигню надо написать, чтобы сделать довольно банальную вещь. Значит, ну вот, в книжках Скотта Мэйерса, насколько я помню, говорится примерно так. Так, значит, я продолжаю, я заканчиваю говорить про преобразование типов. Я остановился на том, что это очень плохие операторы, не рекомендуется ими пользоваться. И вот аналогия такая, что вот когда у вас такое явное преобразование тип происходит, это вы берете молоток. Вот у вас там не получается в какую-то функцию что-то передать. Вот вы берете, ну, давай, передавайся. Вот, вот, статик каст, это наиболее ласковое из всех преобразований типов. Реинтерпрет каст, это совсем хардкорное преобразование типов, когда вы просто давай уже, передавай, я не знаю, вы пришли с ломом дверь открывать, вот, представьте, такую аналогию делайте. А си-стайл каст, про который я еще не сказал, наконец, теперь скажу. Что тогда такое вот это, как же это работает, когда пишете Type Expression. Как работает си-стайл каст на самом деле? Си-стайл каст это просто худшее вообще, что можно придумать из кастов. Это просто бульдозер. Вот, вы, когда у вас ну вообще никак, то вот си-стайл каст это это просто бульдозер, дом снести. Сломать все просто, лишь бы с работой, лишь бы получилось. Си-стайл каст по стандарту пробует все касты подряд, пока хоть в какой-нибудь не преуспеет. То есть он пробует сначала статик каст, потом конст каст навешанный на статик каст, потом реинтерпрет каст, потом конст каст навешанный на реинтерпрет каст. Я не помню, пробует ли он динамик каст, может и его пробует, но вот не помню таких подробностей. Ну, в общем, только если ничего из этого, никакой каст в комбинации даже с констом не получается, то только тогда это происходит ошибка компиляции. Вот. Конечно, это не строгий запрет, что никогда нельзя использовать касты, но постарайтесь использовать их пореже, потому что, помните, это плохой код стайл, когда вы их используете. Лучше обходиться без них, лучше написать там какую-нибудь перегрузочку, которая аккуратненько все обработает, вот, но не так. Все, это были операторы преобразования типов, и мы на этом закончили говорить про типы на первое время, про указатели ссылки, мы закончили очередную тему, и вот сейчас бы надо сделать перерыв, но мы его уже сделали, поэтому не будем делать. И сейчас мы начнем говорить про вещь, которая будет предметом нашего обсуждения на протяжении долгого-долгого времени. Ну, наверное, догадываетесь, о чем. Значит, тема называется «Введение в ООП». Смотрите, я вам опять, сейчас устроим небольшие воспоминания, с чего мы начинали. Мы начинали с того, что программа – это последовательность объявлений, там, каждое объявление, там, это объявление функции, объявление чего-нибудь еще, там, вот, среди, внутри функции могут быть инструкции, инструкции бывают тоже объявлениями и выражениями или управляющими конструкциями. Я вам говорил в том числе, что вот объявлениями могут быть объявления переменных, а еще объявления типов. И вот про объявления переменных мы подробно говорили, а про объявления типов я говорил, ну-ка, отложим эти вопросы. Вот пришло время поговорить про объявления типов. Представьте себе, что вы хотите создать новый тип данных. Ну, то есть, вам не хватает стандартных типов, примитивных, и вы хотите объявить и даже определить новый тип данных. Ну, просто вы хотите сказать, вот, я хочу определить новый тип данных и определить операции, которые над ним можно совершать. Ну, а дальше в мене я буду создавать объекты этого типа, что-то с ними делать. Ну, какие вам может, например, захотеться определить типы данных? Ну, например, строка, не знаю, динамический массив, список односвязный, красно-черное дерево, хеш-таблица, не знаю, там, очередь, стек, двусторонняя очередь, не знаю, там, какие еще бывают типа, поток ввода-вывода, может вам захотеться определить свой собственный, или, например, умный указатель, или, например, какая-нибудь сетевая вещь, там, файл, тип данных для работы с файлом, или, например, какой-нибудь тип данных для параллельного программирования, там, какой-нибудь семафор, я не знаю, или там какой-нибудь атомик. В общем, какой-нибудь тип данных. Я просто сейчас по памяти перечислял все, что есть в стандартной библиотеке, но не все, конечно, я перечислил. И все это как-то нужно определить. То есть в стандартной библиотеке это за вас сделано, но вот вы хотите свое написать. Вот вы хотите определить, например, ну, строку. Вот в стандартном языке C нет удобных средств для работы со строками. У вас есть там строковые литералы, которые имеют тип конст, чар, звездочка. Кстати, теперь вы уже понимаете, почему конст и почему звездочка, чар, звездочка. Потому что это как бы массив, как бы чаров, но он еще константный, потому что литерал его нельзя менять. Вот. Ну, значит, это что? Конст, чар, звездочка. Почему литералы имеют такой тип строковый? Вот. А вы хотите определить, ну, скажем, тип данных, который позволит вам работать со строками удобно, там, конкатинировать строки, то есть, чтобы строки плюс можно было к ним применять, чтобы можно было там квадратными скобочками обращаться к строке, чтобы можно было, я не знаю, какие-нибудь функции над строкой удобные выполнять, там, сделать поиск под строки в строке. Вы хотите вот определить какую-нибудь тип данных, а над ним операцию определить. Что делать? Ну, это дорога в объектно-ориентированное программирование, а именно вам нужно начинать работать с классами. Что вообще такое объектно-ориентированное программирование? Ну, это парадигма программирования, когда у вас есть классы, есть объекты. Классы – это как бы типы, к которым относятся объекты. Вот. У вас просто есть объекты разных типов, над разными типами определены разные операции, а все, что делает ваша программа, создает объекты некоторых типов и выполняет на ними некоторые операции. Сами объекты мы определять уже научились. Осталось научиться определять типы. Давайте научимся. Значит, ну, первый пункт будет называться «Классы и структуры». Ну, что? Давайте просто поговорим о том, как определить новый тип. Классы в языке C++ – это просто пользовательские типы данных. Там в такой науке, как общая теория объектно-ориентированного проектирования, там классы определяются построже, там есть специальная литературная тема. Но мы просто, как страуструм, будем говорить, что классы – это просто пользовательские данные. Ну, не совсем, потому что бывают и другие пользовательские типы данных, которые не являются классами, например, юнионы. Но про это мы поговорим еще попозже. А сейчас просто поговорим про классы. Ну, как написать, как объявить свой класс? Вы пишете «класс» – это ключевое слово. Давайте его как-нибудь назовем. Класс C, например. Ну, в общем-то, и все. Если вам надо только объявить, то вот вы это уже сделали. Вот будет такой класс C. Ну, это как объявить функцию. Вы можете объявить функцию, а определить потом. Точно так же объявить класс можно определить потом. А как определить? Ну, открыть фигурную скобку. А дальше начать писать тело класса. Тело класса – это вот те слова, которые определяют, что над объектом этого типа можно будет делать, как это будет работать. Сейчас я введу много новых стандартных понятий для объектно-ориентированного программирования. Я думаю, многие вам эти понятия уже знакомы. Да, после определения класса надо ставить точку запятой. Вот, несмотря на то, что фигурная скобка закрылась, надо точку запятой ставить. Это такая тонкая ошибка. Я иногда до сих пор сам ошибаюсь. Забываю ставить точку запятой, а потом компилятор выдает какие-то очень странные сообщения об ошибках. Хотя на самом деле причина в том, что точек запятой просто в этом месте не хватило. Ну, задумка следующая. Вы можете, как бы, формальный синтаксис предписывает делать так. Вы пишете класс какой-то, определение класса, и дальше у вас место для идентификатора. Ну, то есть формальный синтаксис языка таков, что вы, как бы, пишете тип, потом идентификатор и точка запятой. Но если вы объявляете только тип, а идентификатор не пишете, то тут этот кусок опускается, и точка запятой нужна все равно, потому что вы, как бы, сделали объявление. Вот, по смыслу так То есть можно написать сразу так Это будет означать, что вы сразу и класс определили И вещь этого класса объявили Класс Из чего состоит класс? Класс в языке C++ состоит из Ну вот, то, что внутри него Оно в основном является одним из следующего Это либо поле, либо метод Ну, либо там разные еще технические детали Но вот на первых порах Классы для нас будут состоять из полей и методов Что такое поля? Поля это вот те переменные Которые в этом типе данных как бы хранятся Ну, что такое тип данных? Тип данных это все-таки Какие-то объекты в памяти в первую очередь Это какие-то числа, может быть Какие-то вот вещи Что-то в памяти лежит Когда объект этого класса существует Вот эти вот объекты Которые Как бы внутри себя содержат объект вот этого класса Ну, они называются полями класса А что такое методы? Методы это такой термин Который обозначает функции Выполняемые над объектами этого класса Ну, то есть Не просто вызов какой-то внешней функции От объекта вашего класса А функции, которые сам объект класса Как бы в себе содержит Ну, например, там Вот если у вас строка, то у нее можно спросить длину Это некоторая функция Которая от самой строки вызывается Через точку Вы пишете С Точка Там, там, length И это метод Он работает над самим объектом Он является частью определения Типа строк И он возвращает Там, число Значит, поля Это объекты, которые хранятся внутри класса Внутри объекта данного класса Методы Это функции, которые Обеспечивают вам Объект этого класса над собой Которые можно делать В том числе Это могут быть операторы Например Это может быть оператор сложения Вот если Класс поддерживает операцию Сложения над объектами своего типа То вы можете определить Оператор сложения здесь, например Или оператор равно Или оператор Много разных операторов Почти все операторы Можно определить Отдельно для объекта своего класса Оператор влево-влево Вот, например, для потоков Переопределен дальше есть такие важные ключевые слова private и public в чем идея вот вы работаете с каким-то классом и в нем есть какие-то поля методы и тут приходит в голову такая мысль вот хорошо бы если бы пользователь класса ну то есть когда вы пользуетесь вот уже когда класса определен и вы вызываете какие-то методы вам были доступны не все эти методы а только некоторые и не все поля только некоторые прям вот явно вызвать у объекта такой-то метод нельзя извне потому что он как бы нужен для внутренних нужд только и нечего его вызывать извне ну потому что скажем это такой метод который нужен технически там для осуществления каких-то операций он опирается на внутреннее представление пользователю которые с этим классом работают не нужно им пользоваться не нужно знать как он работает даже не нужно значит комент существует даже вот все что есть стандартной библиотеки вы знаете какой какой у него набор методов набор того чем можно над ними выполнять но вы не знаете как это реализовано изнутри вас это не волнует вы только знаете что делают вот эти методы которые вам видны наружу и вы знаете и у вас есть представление о том как они работают в стандарте написано метод такой-то обязан делать кто-то за такую-то симпатическую сложность метод такой-то обязан вел Mission B сразу такую систематическую сложность например там в мэп и на самом деле лежит красно-черное дерево но вы не можете можем по вызвать явно метод сделать такой-то поворот в красном черном дереве потому что ну может там и не красное черное дерево вообще это забота разработчиков компилятора как реализовать map их забота реализовать map так чтобы удовлетворялся требованиям стандарта и все что может пользователь делать это вызывать методы которые по стандарту видны а внутренние методы это там они могут быть по-разному называться это их забота как они ли написали вот для того чтобы разграничить методы и поля которые видны наружу и методы поля которые нужны для внутренних нужд для реализации существу слова private и public они называются модификаторы доступа как-то пишется вот и пишите класс c дальше по умолчанию все что будете писать внутри будет считаться private пока вы не напишите слово public это пишется так public двоеточие но это как метка вот я говорил что метки есть там например в свитче есть метки кейс такой-то двоеточие и дальше все что после него идет относится к этому кейсу или просто если вы там метки ставить в программе то можно go to делаем также как бы это как бы метка такая все что написано после нее считается публичным до тех пор пока не снова пока снова не будет написано private private public можно писать сколько угодно раз не в каком угодно порядке нет никак не регламентировано вы пишете private все что дальше написано будет считаться правят пока не будет написано public и так далее ну конечно не рекомендуется по код стайлу так писать private public много раз чередовать прочитать будет невозможно разбираться в том что происходит обычно по код стайлу рекомендуют сначала писать public и все перечислять что есть публичное а правят писать внизу потому что когда люди читают ваш код им в первую очередь интересно видеть что он умеет что ваш класс умеет ну как бы чего вызывать можно у него а какие там внутренние у него структуры есть это не очень не волнует людей там ну не знаю кому то нравится может быть наоборот сначала написать правила ты перечислить все что все данные которые в нем лежат а потом перечислить все методы но от пока ставила вроде рекомендуют сначала писать public если вы не напишите не паблик не правят то все будет считаться правил этим класс отличается от структуры есть еще такое ключевое слово struct значит в языке си насколько я помню она уже было вот я не помню какое там у него было значение так или иначе в языке си плюс плюс тоже есть слово структура понятие структура и современном языке класс и страх это почти полные синонимы единственно класс от структуры отличается всего двумя вещами первая вещь в классе все по умолчанию правил от а в структуре все по умолчанию public вторая вещь если вы наследуете класса то наследование по умолчанию приватная а если наследуйте структуры то наследовать получение публично что такое наследование еще не объяснял и мы про это потом поговорим но за исключением вот этой тонкости можете считать что класса структуры это вот просто одно это всегда напишите класс может стать стракт ну принято писать класс потому что но более как бы распространенный термин все-таки класс но на самом деле всегда когда пишите класс можно писать стракт точно так же писать правил от паблика это будет абсолютно то же самое никакой разницы вот это по поводу классов и структур и так классы и структуры модификаторы доступа поля и методы и здесь я введу такое важное понятие как инкапсуляция вот вы наверное знаете что вопп есть скажи мне три главных слова в инкапсуляции наследование полиморфизм значит про первое из этих слов мы сейчас поговорим это три кита объектно-ориентильного программирования вот первый из них инкапсуляция на самом деле рассказал идею как бы вы создаете типы которые внутри себя как-то реализованы а наружу выдают только какие-то операции которые можно над ними совершать это и называется инкапсуляция это такой принцип такой принцип разработки подход к проектированию я не знаю вот такое такая парадигма вы создаете типы данных у которых реализация скрыта от пользователя вы когда пользуетесь стиральной машинкой или микроволновкой не знаете как на самом деле там электродвигатель взаимодействует с остальными частями как там вот этот магнитное поле генерируется вы знаете вас кнопки и вы знаете что делает каждая кнопка если что-то сломалось то вы вызываете мастера который именно эту микроволновку знает как чинить и он разберется но вы как пользователь не думаете о том как внутри это устроено это принцип капсуляции он вот в объектно-ориентирован программу он в реальной жизни много где встречается вот там с техникой например когда вы имеете дело с обычным ноутбук вы когда имеете дело вы я уверен не думаете буквально вот о всех там микросхемах которые работают в данный момент вы просто на кнопки нажимаете и они работают точно также с классами вы просто знаете список методов которые есть вот над этим объектом и когда вы пользуетесь классом вы не должны думать о том как это работает на самом деле когда класс написан он гарантирует в некотором смысле что вот эти методы работают так как заявлено и если что-то ломается и работает не так значит эта проблема разработчика класса вот пусть он и разбирается в этом заключается принцип от капсуляции и так это общие слова классах и структурах следующая вещь которую надо рассказать это да ну прежде чем сказать следующую вещь я скажу понятно как объявить поля как объявить методы ну чтобы объявить поле надо там просто написать то есть шустрак с например int x но я просто объявляю как будто это обычные переменные как будто это обычной функции я объявляю поля методы поля просто я объявляю 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 вот если я напишу внутри структуры int x это будет означать что в структуре есть поле x поле свойства все плюс плюс нет понятия свойства я не знаю что такое свой просто нет такого понятия я помню что все шарпе там она есть отлично так хорошо идем дальше следующая вещь о которой надо поговорить это конструкторы конструктор деструктор и оператор присваивания смотрите вот вы объявили свой тип первый же вопрос который приходит в голову это чем этот тип можно инициализировать ну вот я написал класс c а дальше в мэне хочу написать там мэйн вот у меня есть я пишу c там x . запятой ну c это название типа то есть по идее я вот так должен уметь писать вопрос чем про инициализируется x этот момент могу ли я просто вот так написать вот вот свой тип сделав могу ли я так могу ли я написать c x равно 5 могу ли написать c x равно там что-то там еще вот от чего-то его пронициализировать могу это вопрос на который нам предстоит ответить первым делом когда мы проектируем свой тип вот мы пишем свой тип данных создаем первый вопрос от чего его можно создать то есть из каких уже известных нам других типов его можно сконструировать это называется для этого существует специальная сигнатура объявления конструктора то есть вот в классе мы можем написать функцию на самом деле которая определяет то как будет создаваться объект данного типа из каких-то других объектов как это пишется вот отныне то что я пишу считается что я пишу внутри класса вот как бы фигурная скобка открылась я пишу как бы внутри класса я могу написать с круглые скобочки и дальше ну список вот там int x double y фигурная скобка открылась а дальше тело конструктора что это будет значить это будет значить что я определяю сейчас как создавать объект типа c из вот такого набора объектов например я могу написать как создать c из инта я могу писать c от int x а тут фигурных скобках написать x равно ну здесь возникает некоторая проблема с тем что у меня вот что такое вот смотрите вот у меня есть c от int а здесь что я должен по идее сделать я должен объяснить компилятору как я должен проинициализировать поля моего класса если не есть или что-то другое сделать может быть но вот по простейшем случае я в классе есть поля например у меня внутри структуры лежит int и я хочу объяснить как проинициализировать их с помощью того что мне здесь дали вот и здесь возникает проблема опять с коллизией имен если у меня и то и другое называется x то здесь x вот этот затмить тот и будет непонятно поэтому я могу назвать его по-другому там например так x знак подчеркивания вот это я объяснил как создать c из инта хорошо я могу объяснить как создать c из ничего это называется конструктор по умолчанию значит это следующий термин конструктор по умолчанию четко конструктор по умолчанию это конструктор который предписывает как создавать c из ничего ну то есть как создавать c когда просто вот объявили объект типа c и никаких параметров ничем не проинициализировали как его создать мы можем написать опять c круглые пустые круглые скобочки а дальше объяснить как его создавать но это не все что могут делать конструкторы например давайте снова вот сейчас будем на примере строк вот мы пишем класс строк и вот на примере этого класса будем отвечать на вопросы себе вот например я хочу создать строку да я хочу создать строку ну скажем вот из чего я бы хотел создавать строки уметь наверное я бы хотел уметь создавать строки из консчар звездочек да еще наверное бы хотел уметь создавать строки ну скажем из интов в чем смысл создания строки из инта ну я хочу создать строку такой-то длины, которая заполнена, ну, изначально какими-то нулевыми символами. Я как бы память хочу зарезервировать под нее, а дальше в нее что-то класть. Естественное желание. И тут возникает следующий вопрос. Я что должен сделать полями строки, а что должен сделать методами? Давайте сразу же представим, что мы пишем класс строк и ответим себе на эти вопросы. Это очень полезно и сразу даст нам понимание многих вещей. Давайте представим, что у нас класс строк. Вот класс стринг я его назову. Типы принято называть с большой буквы, поэтому я так и буду делать. Класс стринг. Что нужно сделать его полями, как вы думаете? Ну, наверное, его полями должны быть ну массивы, как бы правильно, там же лежит набор символов, но массив не очень понятно, как указатель, наверное, должен быть его полем. Ну, то есть в классе строк должен быть в полях указатель на ну вот начало строки. Ну, то есть у меня должно быть поле такое char звездочка str и какое еще поле мне бы, наверное, хотелось иметь? Наверное, мне бы хотелось иметь поле int это размер. Так я хочу класс строк, с которым можно будет нормально работать, там вот не заниматься выделением памяти для его создания. Вот просто хочу уметь создавать строку из из int, из строкового литерала складывать строки, там что-то еще делать, какие-то банальные вещи делать над строками. Как же тогда я должен написать конструкторы? Вот, например, я пишу конструктор строки, вот я пишу string от const char звездочка. Что я должен сделать? Ну, я хочу, чтобы вы вас навести на мысль, что здесь нужно выделение памяти сделать в этот момент. Ведь я хочу, чтобы мой вот тот массив, который я сейчас создам, он продолжал существовать и после выполнения тела конструктора. То есть я хочу проиндициализировать некоторым образом вот память так, чтобы она продолжала существовать уже после того, как конструктор закончит выполнение. Ведь все, что я объявлю здесь, оно будет существовать стандартным образом только до тех пор, пока фигурная скобка не закроется. Это продолжает. Любые переменные, которые я объявлю в конструкторе, они будут локальными для вот тела этого конструктора. Если я хочу объявить что-то, что должно продолжать существовать как объект, пока я явно после выхода из этого конструктора, пока я явно не скажу, что нужно это удалить, я должен пользоваться оператором new. Ну, то есть вот как должен выглядеть конструктор строки, например, от консчар звездочки и инта. Ну как? Я должен написать стр, тот самый стр, это new чар размера вот такого. а потом написать for и проинициализировать соответственно вот каждый элемент этого массива соответствующим элементам этого массива. Ну и сделать сайз равно сайз подчеркивания. И это я сказал к тому, чтобы вы понимали, что в конструкторе не только просто одно равно другому, одно это равно этому, это равно этому пишется. Иногда в конструкторе нужно делать, например, выделение памяти. Хорошо, вот мы написали такой конструктор. Ну, сразу возникло несколько вопросов, опять же, там, давайте, не знаю, какие у вас вопросы возникли. Первый вопрос, наверное, такой, а если у меня несколько конструкторов, они от разных типов, то что будет? Ответа, будет применяться обычное правило перегрузки функций. То есть конструкторы, как и обычные функции, применяются все правила перегрузки функций. Когда у вас есть несколько конструкторов, и вы в мейне пишите создай мне объект из вот такого набора, то компилятор по правилам перегрузки функций решает, какой конструктор вызвать. Может быть аргументы по умолчанию, может быть не указано число аргументов. Ладно. А, кстати, как вызвать конструктор от нескольких аргументов? Вот я в мейне пишу string там s равно и хочу создать строку там от какой-то вот от какого-то строкового литерала и числа. Как это написать? Я же не могу написать через запятую строковый литерал запятая число. Ну, надо написать вызов конструктора явный. стринг от и передать аргументы. То есть, если вы вызываете, если вы создаете объект от одного параметра, то есть, если вы в мейне создаете объект, не обязательно в мейне, где угодно, если вы создаете объект вашего типа от одного аргумента, то вы можете просто написать тип объект равно и вот то, от чего вы его создаете. В этом случае вызовется нужный конструктор. но если вы хотите создать от нескольких объектов ваш тип, то тогда вам нужно написать явно вот такой вот вызов. То есть, стринг с равно и вызов конструктора от таких типов, от таких объектов. Дальше. Хочу акцентировать внимание на том, что когда вы пишете стринг с равно а дальше например не знаю 5, то вызывается именно конструктор а не оператор присваивания. Я это вам уже говорил там две акции назад. Но вот сейчас еще раз хочу в новом контексте на это указать. Что когда вы пишете инициализацию, то есть, когда вы только создаете объект и пишете тип объект равно что, это вызов конструктора. И вот этот знак равно не означает присваивание в этот момент. Он означает инициализацию. Инициализация это вызов конструктора. И если у вас конструктор и оператор равно для объектов определены по-разному, то в этот момент вызовется именно конструктор. Не путайте. Дальше. Ну хорошо. А что если я не напишу конструктор? Вот я создал класс, объявил какие-то поля и не определил конструктор. Что тогда будет? Вот смогу ли я написать просто так вот? Смогу ли я просто допустим я не определил никакой конструктор? Смогу ли я просто написать в мене string s точка запятой? Да смогу. Потому что существует правило генерации конструкторов по умолчанию. Если я не объявил и не определил никаких конструкторов в классе, то компилятор сам за меня сгенерирует конструктор по умолчанию. То есть компилятор по крайней мере сам сгенерирует как инициализировать мой объект пустотой. Вот так писать будет можно. Что при этом произойдет? Каждое поле проинициализируется по умолчанию. А что если у некоторых полей не было у самих конструкторов по умолчанию? Например если у меня здесь было поле const int size. const int как вы помните нельзя проинициализировать по умолчанию. его можно только явно проинициализировать. Ну что ж если поля такие что их самих нельзя инициализировать по умолчанию то будет ошибка компиляции компилятор не сможет сгенерировать конструктор по умолчанию. Однако можно задать инициализаторы по умолчанию. Вот в C++ до 2011 года так было делать не всегда можно но теперь это можно всегда. Вы можете когда пишете класс написать после каждого поля равно чему и это будет значение по умолчанию используемое в случае если вы явно не задали при конструировании значения в том числе для констант в том числе для не констант то есть вы можете написать int-size равно 10 и это будет означать когда вы вызываете конструктор по умолчанию он будет инициализироваться десятью Или когда вы вызываете какой-то конструктор, в котором не инициализируется вот это поле, он будет изначально инициализировать его десятью Хорошо Есть еще одно важное правило Допустим, я вот так написал, а потом объявил такой конструктор и объяснил, что здесь происходит Ну вот у меня класс, в котором вот есть эти два поля и вот такой конструктор, понятно, как работающий Вопрос После этого смогу ли я так написать, смогу ли я вот так написать string s точка запятая Внезапно нет Потому что существует следующее правило Компилятор генерирует конструктор по умолчанию лишь до тех пор, пока вы сами не напишите хоть один конструктор Как только вы определили свой собственный конструктор, компилятор отказывается генерировать конструктор по умолчанию И обусловлено это тем, что если ваш класс таков, что для него нужна нетривиальная какая-то инициализация То компилятор не будет соваться То есть пока вы сами не определили, как можно конструировать ваши объекты, компилятор сам будет инициализировать ваши объекты по умолчанию Но как только вы определили хоть один способ инициализации ваших объектов, компилятор уже по умолчанию способ не будет разрешать И вот после того, как вы объявите такой конструктор, такое писать будет нельзя Вам нужно будет явно определять конструктор по умолчанию Хорошо А что если я, написав такой конструктор, хочу тем не менее Ну мне лень писать, как бы явно, проинициализируя это все по умолчанию Я хочу попросить компилятор все равно сгенерировать конструктор по умолчанию Тогда можно явно попросить компилятора это сделать И для этого нужно написать такую вещь Нужно писать string круглые скобочки пустые равно default Это специальная языковая конструкция, которая означает явную просьбу компилятора сгенерировать это по умолчанию Компилятор не все умеет генерировать По умолчанию некоторые вещи не умеет Но конструктор по умолчанию относится к тем вещам, которые он умеет генерировать То есть если вам очевидно, что то, что по умолчанию делать компилятор вас устраивает И вы не хотите явно писать, что нужно делать по умолчанию При том, что вы явно уже написали, что делать не по умолчанию То вы можете написать вот так И это будет означать компилятор все равно сгенерировать конструктор по умолчанию И так можно будет снова писать Хорошо Ну и последний вопрос, который я хочу в этом подпункте осветить Это, а что если я хочу наоборот запретить компилятору генерировать какой-то конструктор явно? Ну то есть вот я написал такой класс И по каким-то причинам не определил на него конструкторов Ну неважно, вот такая ситуация Вот написал я класс и хочу, чтобы компилятор не генерировал конструктор по умолчанию для него Вот явно хочу запретить компилятору генерировать, чтобы нельзя было создавать такие вещи Это осмысленно иногда, нечего создавать объекты по умолчанию, когда они там захватывают какую-то память Тогда есть еще одна языковая конструкция Нужно писать стринг пустые скобочки равно delete В этом контексте слово delete означает не то же самое, что оператор delete Это другой смысл Это ключевое слово, в этом контексте обозначает другую вещь Итак, я рассказал, как явно попросить компилятор сгенерировать конструктор по умолчанию Явно запретить генерацию чего-нибудь Вот это вот равно delete применяется не только к конструкторам на самом деле, а вообще к любым функциям Можно написать внутри класса, да и даже не внутри класса можно написать, насколько я помню Некоторую сигнатуру функции равно delete Это будет означать, что с такими параметрами вызывать нельзя Просто ошибку компиляции Делай компилятор Если кто-то пытается вызвать вот с такими параметрами, выдавай ошибку компиляции Запрещай с такими параметрами вызывать мою функцию Это специальная языковая конструкция И она только в C++11 появилась Вот я буду, когда говорю про какие-то вещи, которые только в C++11 появились Акцентировать внимание, что в старой версии языка этого не было Раньше у нас весь 11 стандарт только во втором семестре Но сейчас в том числе и здесь будем про это говорить Значит, равно default и равно delete только в 11 версии стандарта появились Как и возможность синтезировать произвольные поля по умолчанию Это был подпункт 2а, давайте назову конструкторы Просто конструкторы Подпункт 2b будет называться деструкторы Но если есть конструктор, то, наверное, есть и деструктор Что такое деструктор? Деструктор это функция, которая вызывается, когда объект выходит из области видимости Зачем нужен деструктор? Ну вот в примере со стрингом вы, наверное, понимаете, зачем нужен деструктор Если в конструкторе происходило какое-то выделение памяти Так, я задержусь на, не знаю сколько, 7 минут Потому что перерыв у нас большой был, а мы не успеваем Зачем нужен деструктор? Ну если в конструкторе происходило какое-то выделение памяти, то где освобождение делать? Ну очевидно, освобождение памяти должно происходить в тот момент, когда объект который вы создали в мейне, выходит из своей области видимости. И если в конструкторе у вас происходило new, то в деструкторе должно происходить delete. Соответственно, как это объявить? Ну, значит, пункт 2b деструктор. Для этого существует специальный синтаксис. Деструктор объявляется так. Тильда, название типа, пустые скобочки. В деструктор параметров передавать нельзя. Ну, я на самом деле не знаю, что будет, если вы деструктор с параметрами напишите. Будет это ошибкой компиляции или это просто не будет работать? Не знаю. Ну, в общем, деструктор с параметрами не имеет смысла. Фигурная скобка открылась и пишите тело деструктора. Ну, в теле деструктора в нашем случае надо написать delete квадратные скобочки. str. Вот. Это будет работать корректно. Потому что всякий раз, когда вы теперь на стеке, то есть в обычной функции какой-нибудь, создаете объект типа string, он инститализируется и первым делом вызывается, вот, выполняется тело конструктора, и где-то в динамической памяти создается, там, массив для вашего стринга. Как только область видимости заканчивается, и это вообще всегда происходит, как только заканчивается, закрывается фигурная скобка, то есть когда какая-то область видимости заканчивается, все объекты, у которых область видимости вот в данный момент закончилась, начинают разрушаться. И если это примитивные типы, то происходит то, что я вам говорил, просто компилятор забывает, ну, как бы, теперь у нас эта память свободна, там, инты какие-то, ну, сдвинули просто указатель. А если это были классовые объекты, то есть объекты, у которых деструктор не тривиален, то есть у которых что-то написано в деструкторе, что-то нужно сделать, то вызывается деструктор. То есть когда вы выходите из области видимости вот этого вот S, то есть буквально вот на моменте закрытия фигурной скобки, когда вот этот S перестанет существовать, выполняется вот этот код, если он написан. А потом разрушаются все поля. Что значит разрушаются все поля? Ну, поля же тоже могут быть классовыми объектами. Вызываются их деструкторы по очереди, потом и так далее. И они все стираются из памяти. То есть вызываются деструкторы вот этого. Он отрабатывает, вызываются деструкторы всего того, что было полями этого и так далее. Пока не дойдем до фундаментальных типов, в конце концов, когда коды всех деструкторов выполняются, все это уничтожается и память освобождается. Именно так работает Vector, именно так работает Maps, TD-String, все динамические, все типы снорной библиотеки. Именно так устроены. Они в конструкторе выделяют через нее память, в деструкторе через Delete ее освобождают. Так, ну, давайте я все-таки еще 2V пункт здесь запишу, и на этом мы прервемся. А, да, про деструктор. Что еще я должен сказать? А если вы явно не объявите деструктор, что будет? Комбинатор сгенерирует деструктор. Деструктор по умолчанию, как и конструктор по умолчанию, просто вызывает деструкторы всех полей. Ну, конструктор по умолчанию, соответственно, вызывает просто конструктор по умолчанию от всех полей, а деструктор по умолчанию просто вызывает деструкторы всех полей по умолчанию. Ну, вы можете написать, точно так же, вы можете написать деструктор равно Default. Вы можете написать деструктор равно Delete. Если вы напишите деструктор равно delete, то, скорее всего, как только вы это попробуете запустить, у вас будет какой-нибудь рантаймер. Не знаю, что вытаскивается деструктор равно delete, ну просто вы не сможете выйти из, ну как, вы не сможете разрушить объект, который перестал существовать. Это будет беда. А вот это выделено на память удалится? Конечно нет. Деструктор по умолчанию не делает никаких нетривиальных операций. Вот это очень хороший и важный вопрос. Если у вас конструктор делает какие-то нетривиальные вещи типа new, то вы обязаны сами написать деструктор, который сделает delete. Компилятор за вас не догадается, что нужно сделать delete от чего-то. Компилятор просто по очереди вызовет деструкторы полей и забудет поля. Если вы написали конструктор, который делает new, но не написали деструктор, который делает delete, то всякий раз, когда вы создаете строку, а потом выходите из области видимости, память исчезает, просто пропадает. У вас занятая память по тому правилу, которое я говорил. Операционная система выделяет память в вашей программе, но вы ее не освобождаете. Код не выполняется в освобождении. И вы забываете это. Стр, а все, вы больше не получите память. Так, ну и последнее, о чем я сегодня расскажу все-таки, это конструктор копирования. Да, давайте расскажу про конструктор копирования. Конструктор копирования. Особый вид конструктора, это конструктор копирования. Как я говорил, можно создавать объекты из разных других объектов, но особое место в этом занимает копирование. То есть, когда вы инициализируете свой объект другим объектом такого же типа. Ну, то есть, у вас уже была какая-то строка, и вот вы пишете string s1 равно s. Что в этот момент должно произойти? Должен вызваться конструктор от того же типа, которым мы и являемся. Это конструктор, который тоже можно явно определить, почему он занимает особое место. Потому что компилятор его тоже умеет по умолчанию генерировать. Конструктор, компилятор умеет по умолчанию генерировать конструктор по умолчанию, и конструктор копирования. какую сигнатуру имеет конструктор копирования он имеет такую сигнатуру вот название типа и вот сейчас момент истины что должен принимать конструктор копирования какой тип он должен принимать константную ссылку то есть const string ampersand не просто string не string ampersand и не const string а const string ampersand почему что было бы если конструк если бы он принимал просто string был бы runtime error ну не runtime error в общем не знаю сложный вопрос чтобы в общем была бы большая беда как только мы бы попытались так написать затрудняюсь сходу сказать что было бы но в общем ничего бы не работало почему потому что что значит string от string это значит вот вот что происходит вот он пытается создать с 1 из с для этого ему нужно ну у вас конструктор принимает string но ведь мы помним что когда мы пишем вот когда мы вызываем функцию от каких-то параметров ее вызов означает возьми вот это вот проинициализируй это тем что там было и начни работать но как он может проинициализировать string вот тем если это и должен делать конструктор копирования если вы напишите так то это будет означать ну как бы рекурсивный вызов конструктор копирования который в конце концов так и не начнет работать потому что вот это вот буквально и означает здесь и должен вызваться конструктор копирования но он как бы не при все про беда копия ним должна бесконечно создаваться не может создаваться почему не может быть просто string ampersand потому что тогда вы не смогли бы передавать константы если бы у вас был константный константная строка из которой вы бы хотели проинициализироваться то вы бы не смогли проинициализироваться если бы вас он принимал string ampersand потому что const string не смог бы явно скаставаться не явно скаставаться к стрингу поэтому един ну const string без ampersand по той же причине не подходит потому что опять у вас будет бесконечное копирование которое вы так и не определите никогда поэтому единстве вариант чего должен принять конструктор копировать этот const string ampersand ну и все и здесь как бы просто тело конструктора как обычного конструктора конструктор копирования как и конструктор по умолчанию компилятор умеет генерировать сам если вы не определите его то компилятор сам за вас это определит вы можете точно также явно попросить компилятора сделать его по умолчанию и явно попросить сделать delete, то есть запретить копирование. Такое бывает. В некоторых объектах копирование запрещено, например, если это захват кого-то ресурсов, файл там, например, то нефиг копировать его. Но нам еще осталось поговорить про оператор присваивания и про много чего другого, но об этом в следующий раз поговорим.